Запах и грязные семечки свидетельствовали о том, что товар был крайне низкого качества. Фура с контрафактом пришла из Саранска. На момент задержания группа гастарбайтеров возгружала ящики с семечками. По документам товар действительно проходил как семечки от известного производителя. Только после проверки стало известно, что настоящие семечки к этим не имеют никакого отношения. Жалобы от недовольных потребителей начали поступать в фирму производителя еще полгода назад. Оперативники предполагают, что за это время через магазины шаговой доступности было реализовано уже более нескольких тонн контрафактного товара. В нашу фирму стали поступать звонки с жалобами покупателей о том, что они приобретают нашу продукцию и недовольны ей. В частности, был случай, когда позвонила женщина и сказала, что позвонили. Мы приобрели нашу продукцию, но она не соответствует тому, что они покупали раньше. Внешнюю подделку не отличить от настоящего товара. Цветок, упаковка один в один, это момент оригинал. Найти пять отличий можно только после тщательного осмотра экспертов. При покупке обычному потребителю легко ошибиться. На поддельной пачке в верхнем углу, в свободу от марка, в правом углу, значит, располагается буква Т, она на красном фоне и значок очень маленький. Аналитный, да? На оригинальной пачке, то есть образуется от полу марка, буква Р, вот в этом же углу, более крупная. И красного фона там практически, практически, как бы на белом фоне находится. Сюрприз, который скрывается в каждой упаковке, конфета. Это и есть главное отличие от настоящих семечек, от ненастоящих. Пираты упаковывали обычный леденец. Для человека этот кот в мешке может обернуться химическим ажором. Пираты никак не могут найти типографию, которая смогла бы воспроизвести данную упаковочную реальность для конфет. После вскрытия главный недостаток всплывает наружу. Запах. А среди семечек невооруженным взглядом можно обнаружить подозрительное количество совершенно лишних предметов. Семечка запахлая уже, то есть она не белой свежести. Можно это уложить даже по запрошенному вложению. Изъятый товар будет уничтожен. Сумма ущерба для производителя оценивается полный ровно рублей. Следствие остается выяснить, где эти семечки были изготовлены и распространены. А любителям пощелкать рекомендуется более тщательно следить за тем, что они их употребляют. Иван Панкин, Александр Павлович. На северо-западе столицы задержан нелегальный мигрант, который, будучи с дурелем автомобиля в пьяном состоянии, попал в дорожно-транспортное происшествие и попытался скрыться. В России молодой человек приехал из Грузии 7 лет назад. Все это время он жил в столице без единого документа. Милиционеры нашли у водителя несколько поддельных справок, которыми он пытался доказать свой статус беженца. Теперь молодого человека ожидает депортация. Когда милиционера задержали водителя, у него при себе не оказалось ни паспорта, ни права. Зато он показал вот такие поддельные документы. Регистрацию о том, что он является беженцем. Затем справку из грузинского правительства. И даже вот такой документ правозащитной организации. По всем этим справкам в Москве он жил 7 лет. При этом не только устроился на работу, но и даже водил автомобиль. Неудивительно, что нелегал попал в дорожно-транспортное происшествие, попытался скрыться. У него не было не только паспорта и прав, но и документов на машину. Столкнувшись с иномаркой, довезли несколько километров проехал на высокой скорости, а затем попал в пробку. Мы совершили дорожное происшествие? Да. Свершили. Свершили. И с этого места пытались скрыться. И кто вас задержал? Какой задержал? Не знаю. Мы разомнили фон, мы разомнили фон. Мы разомнили просто вашего задержали.